Танцевальный кружок – один из самых популярных направлений в рамках проекта «Активное долголетие». На занятиях участники под руководством профессиональных преподавателей осваивают разные стили танцев. Они к нам приходят два раза в месяц по выходным дням, где полтора часа они наслаждаются общением, они прекрасно танцуют на зависть молодым, они участвуют в конкурсах. У нас каждый вечер, не просто вечер, он обязательно тематический, посвящен либо временной годы, либо какому-то празднику. Занятия хора «Россияночка» также проходят на базе ДК. На этой улице подростков, доням покрышам голубей. Участница хора Галина Белова рассказывает, что всегда любила петь и поэтому старается не пропускать ни одного занятия. Хор – это, в общем-то, для меня как второй дом, вот честно вам говорю. Я не могу уже без этого. Вот у нас сейчас было в период пандемии, вы знаете, просто не знали, куда себя деть. Руководитель «Россияночки» Елена Анастасьева признается, что очень часто репертуар для уроков по вокалу выбирает по настроению. Скорее, что понравилось, что легло запало в дождь, ну или обязательные какие-то мероприятия, там, Дню России, предположим, Дню города. Совсем недавно в рамках программы заработал новый клуб для любителей поэзии. Основная тема – это биография, творчество и викторина, посвященная какому-либо из известных поэтов. Ближайшее занятие будет происходить 25 сентября в 15.00 в нашем ДК. В фойе Дворца культуры представлена небольшая выставка работ творческого кружка. Картины и композиции выполнены в различных техниках. А для любителей изобразительного искусства в ДК работает студия живописи и рисунка. Живописный рисунок может сделать каждый человек, который даже не умеет рисовать. Мы будем использовать вместо пластиковых прямых пластин, которые мы обычно делаем у нас, мы будем использовать крышечки из-под коробочек от дисков. Сейчас в Дворце культуры функционируют шесть клубов программы «Активное долголетие». Участником проекта может стать любой желающий. Чтобы стать участником этого клуба, нужно прийти к нам в Дом культуры, вот это помещение, взять у нас заявление, заполнить его, указать свои данные. И мы зарегистрируем этих людей как участников моего клуба. И после этого они могут посещать любые активности. Также можно заполнить заявление на сайте Центра социального обслуживания «Вера». Стоит отметить, что теперь для посещения занятий необходимо иметь при себе социальную карту, для того, чтобы руководитель клуба мог отсканировать ее для электронного журнала посещения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.